Алексей Козлов представляет И стал сам себя называть не Рональдом, а Роландом. А в 70-м году он добавил к своего имени еще одно слово – Рахсаан. Это произошло после того, как он услышал это слово во сне. Очень важно знать, что в раннем детстве он потерял зрение. Из-за небрежности врачей больницы бедного маленького городка, где прошло его детство. Очевидно, этот факт и стал причиной его дальнейшего отношения к проблеме расизма в Соединенных Штатах Америки. Роланд Кирк вошел в историю музыки как человек, который играл на множестве инструментов. Во-первых, это были все саксофоны, все виды кларнетов и флейт. Он играл и на трубе, используя, правда, саксофоновый мундштук. Помимо этого, он играл на всяких экзотических инструментах. Ну, во-первых, на гармонике, на английском рожке, на свистке, на гонге, а также на немузыкальных предметах, такие как будильник, сирена или садовые шланги. Он ввел в практику новый способ игры на флейте, когда, вдувая воздух, он одновременно и пел. Во время игры на духовых инструментах он мог держать одну ноту сколько угодно долго, выдыхая воздух ртом через мундштук, одновременно вдыхая его носом. Это называется циркулярное дыхание. Оно было придумано еще в древности исполнителями на народных инструментах. Но, пожалуй, главным, удивительным свойством этого музыканта было то, что он мог одновременно играть на трех саксофонах, держа во рту три мундштука. Именно это мы сейчас с вами и увидим. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ